Можно как-нибудь сделать, чтобы вам с РСИИ денег прислали, чтобы сигарет купили? Нет. Вы просто не в деньгах, вы не курите не потому, что у нее сигарета, а потому, что наши пленные не курят. Она знает, что ты в плену? Не знаю, вот я хочу узнать. Добрый день. Добрый день. Как у вас дела? Хорошо. Чем занимаетесь? Смотрю новости, ем, отдыхаюсь или читаю книги. Это вы в плену все делаете? Да. Когда вы успели? Вы когда попали в плен? 1 февраля. Представьтесь, пожалуйста. Я Сосновский Игорь Витальевич. Родился 8 октября 1998 года. Родился в Большом Камне. Проживаю в городе Владивосток. Где вы учились? Я учился в Приморском политехническом колледже. На кого? На строительстве, эксплуатации зданий и сооружений. Архитектор. Архитектор? Прораб, да. По идее, хорошую работу. Специально. Вы получили? Нет. Почему? В силу финансовых трудностей в семье. В 17 лет бросил колледж. Взял академический отпуск. Пошел работать на автомойку. А платное обучение было? Обучение было платное. Там 36 тысяч в год. Это немного, по идее. Немного, да. Семья? Дети? Да, есть ребенок. С девушкой не расписаны. Ребенку 2,5 года. Вы в срочку служили? Да. Кем, где? Я химик, средств специальной обработки. Город Бикин. 57-я отдельная городейская бригада мотострелков. Взводе архабазара заведения. Чему вас научили? Да я сидел в кабинете, следил за показаниями приборов, измеряющих радиацию в бригаде. Приборы МДСМ. Каждые 2 часа записывал в журнал показания. Заступал сутки, через сутки. Это когда было? 17-го по 18-й год. То есть реально раз в 2 часа писал какие-то циферки в журнал? Да. Военную тайну вам дали какую-то? Нет. Почему? А какая твоя тайна? Я не знаю. Может быть там что-нибудь вы расскажете о секретном. Понятно. Дальше, после срочки вернулись вы назад, чем занимались? Устроился снова на автомойку, потому что из колледжа был учислен. Почему? Да я когда попал в армию, академий отпуск закончился. Ну так по идее нахождение вас в армии автоматически продлевает академий отпуск. И я не восстановился, пошел работать. Понятно. В итоге у вас какое образование сейчас? 9 классов. 9 классов. Работали вы автомойщиком, жили с девочкой, с родителями жили или отдельно? С родителями. С родителями. Ребенок 2,5 года, а что не расписались? Да не успели. И сейчас перед войной не расписались? Мы расстались. Расстались с чего? Ну так сложилось, не сошлись характерами. Не сошлись характерами. Недавно вы расстались? В июле. В июле этого года? Ну в прошлом. В прошлом году, да. Как вас мобилизовали? Ну я подписал контракт 5 апреля в надежде получить официальное устройство, официальную зарплату, пакет социальных гарантий. Вот, и был призван. Получили? Не совсем. То есть вы подписали контракт 5 апреля, уже шло СВО ваше? И, ну а что вы говорите, не совсем получили? Зарплату же вам дали? Зарплату платят, да. А соцгарантии дали? Ну я еще столько не дослужил, рассчитывал встать в ипотечную систему. Ну так это надо 2 года отслужить? Надо больше. Ну или больше. Это даже, я уже знаю. Сколько там? 2 или 5 лет надо отслужить, тогда дается военная ипотека. Пока еще я этого не дистик, да. Ну, так что вам не дали? Или вам по итогу все дали, вы просто не дослужили? Ну я еще не дослужил. Ну, значит вам все дали. Ну, зачем мне говорить неправду? Кем вы стали по контракту? Я стрелок ДШБ Моской пехоты. Рядовой, да? Да. Когда вас отправили на войну? Первый раз я попал сюда 27 апреля. Сразу? 5 апреля подписали? Первый раз. А сколько всего раз было? Ну, этот раз второй. Попали вы 27 апреля в какое месте, какое направление? Донецкое направление, были где-то под Волновахой. Под Волновахой? Тоже в окрестностях. Ну, само Волновахи не были в окрестностях, в поле там стояли. Сколько вы бегали? Стояли там месяц, я потом получил ускорочное ранение. Плечо. И был эвакуирован в Россию. Сколько вы реабилитировались? Полгода. Сколько вам выплатили? 3 миллиона. Что вы с ними сделали? Ну, я родственникам помог, там, бабушке дом подстроить. Машину отремонтировал, квартиру снял, мою машину купил. Какую? Мерседес. Какой? GL 550. Ни хрена себе, джип? Да. Сколько денег стоит? Миллион? Полтора миллиона. Это бэушный, да? Да. Это, грубо говоря, уже был октябрь месяц, правильно? Агуст-сентябрь. Сентябрь-октябрь. Не хватило первого раза? Да я вот лечился, у меня со спиной проблемы образовались. Я не про это спросил? Да я пытался как раз, второй раз не ехать. Ну, расскажите, как вы пытались, что по итогу вы сидите здесь передо мной? В общем, после, не знаю, может, после первой поездки, может, первой комиссии не доглядела. У меня смещение позвоночника, давление межпозвоночного диска искалилось второй степени. У меня подозрение на гипертонию, вот. А потом вышло, что у меня еще со спиной проблемы. Я же не про это спросил. Вы хотели откосить по медицине? Мне позвонили, да, сказали, собирайся на склад, едь, получай каску, броню, автомат. 10-го числа ты отправляешься обратно. 10-го какого? Ноября. Что вы сказали? Я сказал, что не могу, прохожу обследование. Мне сказали, что тюрьма, либо ты едешь. Сейчас бригаду. Я собираюсь, полчаса я уже в бригаде. Еду на склад, получаю. Короче, ни хрена вы не пробовали отмазаться. Ну, если так, по-честному. Мне сказали, получай освобождение, ты не поедешь. Я за вот эти несколько дней пытался получить освобождение. Мне сказали, что это не госпитальный случай, освобождение мы тебе дать не можем. Когда нас построили в бригаде на смотр, я обратился к высшестоящему руководству с документами. Мне сказали, что сейчас тебя досмотрят наши врачи. Отвели к хирургу. А хирург сказал, что по моей части ты здоров. Ты не нуждаешься в срочной операции. Поэтому завтра ты отправляешься в МСВО. В следующий день я приехал в бригаду. Без формы у меня не было. Так как первый раз все было утеряно. Как вы получили ранение в первый раз? Осколочное, 120-го миномета в плечо. Это вы были на позициях в окопе где-то, да? Да, в трех метрах от окопа упала. В двух словах история молодого человека. Это группа морпехов, которые ни хрена не морпехи, которые ехали на броне, потом броню подбили, да? Ну, там кто-то спрыгнул, кто-то не спрыгнул. Спрыгнули из брони и забежали в дом. Дом окружили, они вызывали огонь на себя, да? Да. Пять дней они тусовались в доме, потом они спустились в подвал, правильно? Да. У некоторых там есть обморожение, правильно? Да, у меня тоже, скорее всего. У вас тоже, скорее всего, обморожение. И суть заключается в том, что их группой взяли в плен. Чем не приколен этот случай? Тем, что молодой человек замечательно заработал денег, воюя в чужой стране. Купил Мерседес маме. Что в моей формулировке неправильно. Все правильно. Ну, что могу сказать? После первой поездки уже, в принципе, воевать неохота. Да и не было охоты, в принципе, воевать. Не было охоты воевать, но охота была после ранения получить 3 миллиона. Потом он 6 месяцев реабилитировался, ему платили зарплату. Все хорошо, он, наконец, деньгами, жизнью удалась. Себе машина какая у вас? Я не сам. Не сам. Какой? Лориа. Поэтому нормальная тема. Идти в чужую страну, убивать людей. Попыток не поучаствовать второй раз он не сделал. Потому что его попытка получить себе освобождение, как говорится, но это даже не о чем. Война, ранения, реабилитация, деньги. Все хорошо, все ровно. Едь воевать, поехал еще раз воевать. Сколько вы в итоге пробегали, заехали в Украину второй раз когда? 11 ноября. 11 ноября. В плен попали 1 февраля. В декабре, январь, 2,5 месяца он замечательно бегал, получал где-то 220 тысяч. Сколько зарплата было? 195. 195. Ну, 195 тысяч зарплаты. С армией он не захотел завязать, хотя мог. Почему вы не разорвали контракт? У меня контракт на полгода. 5 октября он заканчивался. 21 сентября мобилизация. И те, у кого не кончился контракт, он продлевает каждый месяц. То есть уволиться не вариант вообще. У них работает закрытая система. Когда ты не можешь спрыгнуть, потому что нужно новое мясо бросать. Либо потерять конечность, чтобы уволиться, либо ехать дальше. Это нормально? Нет. Зачем вы два раза пришли убивать нас? Я же говорю, я пытался. Я не это спросил. Разница с вашим городом 8 часов. Сколько это тысяч километров? 9 тысяч, это 7 сот. 10 тысяч. 10 тысяч километров. Что вы вообще лично себе как отвечаете на вопрос? Зачем вы тут? Приказ? Херня это? Мы здесь лишние. То, что вы лишние, это понятно. Вы убийцы, мародеры и грабители, которые пришли на чужую землю. Уничтожаете города. Как вам населенный пункт? Дачи это были, да? Да. Как вам дачи после вашего прихода? Все разрушил. Почему вы своих 3 миллиона, которые получили, не привезли, не отдали мирным, которых там уже нет? Вы армия освободителей, как там кричится везде. Мы пришли освобождать. От чего вы освободили людей? От их имущества? Кто вам разрешал в этот дом залазить? Кто вам вообще? Бред этот с вызыванием огня на себя, как во Вторую мировую. Вы разницу знаете между Второй мировой и Великой Отечественной? Вторая мировая началась в сентябре 1939-го. Да. На Великой Отечественной 22 июня 1941-го. И чем они отличались? Почему это разные? Вступлением в СССР в войну. Не понял. С 1939-го года встречала Вторая мировая война. Никто не трогал, да, СССР? Не так. СССР воевала с 1939-го года. Вы это знали? Нет. Официально они воевали? Они деребанились вместе с фашистской Германией в Польшу? Нет, про это я не знаю. Ну, видите, вы не знаете. Чем отличаются ваши войска от фашистской Германии? Не знаю. Ну, найдите три отличия. Ну, три отличия найдите. Что сделала фашистская Германия? Напала. Напала. Что сделала ваша любимая родина? Напала. Напала. Это как-то можно назвать одинаковым поведением? Да. Ваша мать не отвечает, я пробую позвонить на обычный. То есть, эту историю мы просто слышали много раз. Мне человек, который два раза приходит к нам воевать, не сделав по сути ничего, о чем можно говорить? Ну, вы есть такие, кто три раза приходили? Алло. Да, добрый. Зайдите, пожалуйста, в WhatsApp. Да, это который с номера украинского, 380. Добрый. Здравствуйте. Как у вас дела? Ну, как он мне мог бы поделать? Когда мой сын в плену? Ну, как... Ну, в плену и в плену у вас есть Мерседес. Зачем вы его отпустили второй раз? А как я могу его не отпустить? Как нормальная мать. Как нормальная мать не отпускает своего сына убивать других людей. Вот он сейчас в плену. После ранения он приехал, вас всех одарил подарками. Вам всем понравилось, вы его отправили еще раз? Я... Понимаете? Не понимаю. Есть спектакля. Не понимаю. Это армия. Если его убьют, что вы будете для себя отвечать? За что он погиб? Вы мне такие вопросы задаете? Это нормальный вопрос. Не, ну давайте мы подумаем. Вы сейчас с ним пообщайтесь, но мне... Ну, мне интересна позиция матери, которая... Ну, вот если бы его не взяли в плен, ему повезло. Он сам вам расскажет. Ему повезло, их не убили. За их жизни заплатили наши подписчики. Если бы его убили, что бы вы сейчас сидели, курили и думали, за что он погиб? Давайте я вам не буду отвечать на это. А я хочу, чтобы вы ответили. Ну, пожалуйста. Я об этом не думала. Ну, подумайте. Я знаю, что мой сын вернется живой и здоровым. Я в это верю. Так я же не про это спрашиваю. А я вот только об этом и думаю. А зачем он убивает нас? Вы нормально спите? Нет, я не сплю. Почему? По-моему, ответ очевиден. Вы бы спали нормально, если бы его не отпустили второй раз. Я бы тоже не спала нормально, если бы его не отпустили второй раз. Почему бы вы не спали нормально? Потому что его бы посадили. Так может лучше сидеть в тюрьме, хотя у вас не сажают. У вас не сажают. И когда вы научитесь пользоваться этими интернетами и поговорите хоть с какими-то адвокатами, юристами. У вас не сажают. Вообще есть такая статья. Статья есть, но только ее не используют, потому что надо было посадить бы половину. Не сажают вас. Я не знаю. Вы никогда ничего не знаете. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. За что бы погиб ваш сын? За что погибли 140 тысяч человек, которых уже закопали? 140 тысяч убитых. Вы знаете статистику реальную? Я не владею такой статистикой. Нет, я не владею другой статистикой. Я же правду говорю. Вы же телевизор смотрите. Говорят по-разному. По-разному. Я не смотрю. Сколько на ваших глазах погибло людей? Человек 20. Человек 20. Это вот за последний заход. У вас по телевизору показывают 6000 человек. Но если бы это было... Я не смотрю телевизор вообще. Я его не включаю. Уже 12 лет. 12 лет. За кого вы голосовали? Я не голосовала. То есть за Путина. Если вы хотите пообщаться с сыном, мне нужно ваше согласие на записи и публикацию данного разговора. Да, товарищ. Вы не говорите, где вы находитесь. Ну, вы в плену. Привет. Привет, родной. Как там? Да нормально все. Хорошо. Как вас содержит? Скажи мне, пожалуйста. Да хорошо все, кормит. Кормит хорошо. Книги читаем. Ты подстегся? Да, поблился. Ты как? Никак. Пока ты не вернешься, я буду никак. Ты давно узнаешь? 8 числа я узнала, что ты пропал без вести. 11 числа мне скинули. Видео, где тебя берут в плен. Илона нашла его и скинула мне. И да, на том моменте, где ты кричишь, не стреляй. И то есть там было непонятно, вообще жив ли ты и что там дальше происходило. Потом, это была суббота, а в среду, в среду мне скинули видео, вторую часть, где ты уже сидишь, себя называешь. И стало понятно, что ты жив. И я немного успокоилась, более-менее. Конечно, ждем, чтобы были обмены, чтобы тебя скорее поменяли и вернули домой. И я очень надеюсь, что ты больше не поедешь. Ну, один обмен уже был. Я знаю, да, и да, и да, я видела, что 6 человек с нашей части там присутствуют в этом обмене. Я надеюсь, что скоро тебя поменяет. Живем, пим, лечат нас хорошо, постоянно. Кормят хорошо тоже. Ну, я ранение получил. Какое ранение ты получил? Сколочное. Клечо влевое. Ну, это нормально, нормально. Маленькое. Ты что, где? Я сейчас собираюсь выезжать в аэропорт, потому что я приезжала в Иркутск по своим делам, по земле и так далее. Как раз вот я запланировала эту поездку. Сынок, расскажи мне, как вообще там, ну, когда произойдет обмен? Я пока не знаю. Ну, что-то вам говорят об этом? Да, особо ничего не говорят, но будет обмен. Буду в списках, скажут. Но тебя ромни не лечат? Да, у меня запеклось уже рано. А осколок не углели? Нет. Володя, стоки будут удалять. А раньше выкладывали там, что издеваются над вами? Нет, не издеваются, говорю. Лечат, кормят. Нас вон тогда вывели, еды дали, хлеба дали, воды дали. Сидели 8 дней, лед ели. Без еды, без ничего. 8 дней? Да. На третий или четвертый день лед нашли. Долбили, ели его. Вот. Потом в подвале нашли банку меда. Тоже лед грязный. Питались так. Ну, сама понимаешь, сладкое, без воды. Потом в плен попали, сразу там воды дали. Не знаю, на шестерых ящика полтора-два выпили. Еды дали, накормили. Потом во второе место привезли, тоже не знаю куда. Тоже накормили, там тоже воды дали. Везде оказали медицинскую помощь. Не издеваются, ничего, цивилизованно. Слава богу. В этом плане наша пропаганда в другую сторону работает. Я так думаю, что тут у оба стороны своя пропаганда. Все возможно. Ты скажи, как там Лилия? Лилия, давай ты домой вернешься и уже поговоришь про Лилию. Потому что сейчас не та ситуация, когда говорить можно о... Ну, говори как есть. Номер не скинь. Слышишь? Номер тебе, ее... А как я тебе... На этот номер скинуть? Да, на WhatsApp. Я не думаю, что это хорошая идея. Я говорю, скинь. Сынок, это не хорошая идея. Войдется запись диалога, и он будет опубликован. Номер не будет опубликован. Номер не будет опубликован. Нет, я понимаю, я просто не хочу озвучивать здесь подробности личной жизни. Что там важно? Чужого, ну, другого человека. Это, ну, это неправомерно. Не по отношению ни к тебе, сынок, не по отношению к ней. Как бы там ни было. Разрешите мне с девушкой без видеозаписи приварить? Короче, все плохо, да, я так понимаю? Все... Я просто за два месяца увидела ее истинное лицо. И что дальше-то? Мы разошлись на том, что... На том, что ты вернешься когда, и вы сами будете решать, какие у вас там отношения. Ты все равно мне скинь номер. Я хочу пообщаться. Сынок, все, что она тебе говорила, это была очень наглая, циничная ложка. Ладно, все равно, что я не понимаю, пока. Девочка живет счастливо, у нее все хорошо. Че живет? Я говорю, девочка живет счастливо, у нее все хорошо. Два фронта, со всех сторон ее там любят, ценят. А у нее клубы, шмобы и так далее. Понял. Развлекухи. Подружек покатать по ночному городу. Или друзей, не знаю. Не видела конкретно, но то, что регулярно, постоянно, да. За январь машина на стоянку приезжала 19 раз. Из них ночевала в два раза меньше. Понял. Я просто не хочу рассказывать здесь подробности, которые мне пришли. И которые я потом узнала с ней в теологии. Понимаешь, и в каком свете там была выставлена я. Между общими друзьями. Ладно, что там Таня, что там как там? Бабушка, естественно, было все очень тяжело. До того момента, пока не пришло осознание, понимание, точное знание того, что ты жив. Андрей не знает. Она ему не сказала, она не смогла ему сказать. Ну так скажите, что все нормально. Из всех, и только Андрей не знает. Так я говорю, скажите всем, что все нормально, что живой. Я сказала, конечно. Надеюсь, что скоро приеду. Я тоже очень сильно на это надеюсь. Пока что, лечимся. Я еще не задавала, конечно, вопрос командованию, как оно будет поступлено. Но я очень надеюсь, что тебя потом никуда не отправят. Отправят. Мне за год хватило пленов, ранений и так далее. Еще не сильно хватило, еще есть вариант двухсотый. Я думаю, третий раз надо попробовать. Нет, этот вариант я вообще не рассматриваю. Вот сейчас я ко с 7 лягу, но ты никуда не поедешь. Тогда трехсотый инвалид. Без ног, без рук. Что же вы не говорили сразу после первого раза? Ладно, как он пишет. Потому что я надеялась, что у нас командование все-таки по состоянию здоровья его не отправит. Ну, то, о чем я вам говорил. Про документы, про спину, про гипертонию. У него смещение межпозвоночного диска. Ему запрещено вообще по состоянию здоровья таскать на себе тяжести. А даже элементарное снаряжение, сколько оно там весит. Вот эта вся броня и так далее. Вот это все, что вы там на себя одеваете. Килограмм 30, а выше 5 килограмм уже не рекомендовано. Иначе грыжи будут. Передай всем, что все нормально, короче. Аня, Игорь, привет, передай. Привет, Игорош. Ну, ты подойди, чтобы он... Привет. Привет. У тебя все хорошо? Да. Уже да. Перезвращайся быстрее домой. Спасибо. Все, давай там... Презвращаем тебя. Честно, у тебя сейчас вид, по крайней мере, гораздо лучше, чем был в том видео, где вас брали в плен. Я тебя вообще с первого раза не узнала, я только по голосу тебя узнала. Просто вообще непонятно. Успокойся. Успокойся, говорю. Слышишь? Возвращайся. Возвращайся, пожалуйста, скорей. Вернусь. Конечно. Все, давай только... Давай без слез, ладно? Я стараюсь. Родной, я люблю тебя очень сильно. Все, давай. Помни, пожалуйста. Хорошо? Можешь командованию там мозг поделать, чтобы списки делали, создавали для нас на всех. Я уже, где я могла, везде, вплоть до прокуратуры, чтобы тебя вернули, обменяли. Ладно, что, давай-то дай. Звони по возможности, хорошо? Для меня больше не будет возможности. Не будет? Да. Ну, так ты не переживай, у нас все нормально, ну, в том плане, что живем нормально, спим на кроватях. Постельное белье есть, там все хорошо. Кормят тоже хорошо, то есть. Вот. Ну, в следующий раз уже созвонимся, когда обвиняют, надеемся. Все, я вас тоже люблю очень сильно. Всем передавай привет. Хорошо, хорошо, обязательно. Давай, пока, родной, люблю тебя. Все, пока. Береги себя, хорошо? Тоже люблю, да, хорошо. Пока. Спасибо большое. Мне неприятно с ней разговаривать. Знаете, по какой причине? Что вы нам правили? Это одна причина. Ну, это называется лицемерие. Есть такое слово, понимаете? В прямом плане. Здесь я буду делать и говорить так, а здесь я буду делать и говорить так. Второй раз я отправил, а третий раз я уже костьми ляжу, но не отправил. Это называется ложь. При этом она что сказала? То еще никому ничего не говорила, а в конце диалога я уже всем сказала, до прокуратуры дошла. Я же слышу, точно так же говорила. По традиции у нас военнопленные, если хотят, обращаются к своим согражданам, хотя обращаться там бессмысленно. К рабам, что обращайся, что не обращайся, все равно погонят, как скот на убой. Яркий пример. Ранения не хватило, на второе ранение. Надо, может, было, чтобы вас там не спасли. Чтобы она додумалась. Так герой пришел с войны, машину купил, ремонт сделал, то сделал, все, красавчик. На второй раз. Да я говорю, мне первое, на второй раз. Не хотела и не отправила, это полностью разные слова. Два раза не хотела, но два раза ты здесь. Первого раза тебе ранения не хватило, сейчас в плен. Третий раз, значит, будешь двухсотым. Хотите, обращайтесь, хотите, не обращайтесь. Надо сюда идти, не надо сюда идти. Идти сюда, наверное, не стоит. Ну, про то, что в плену издеваются, это все вранье. Ну, как я говорил, кормят, оказывают помощь медицинскую, качественную. Лечат, освободятся. В общем, про издевательство в плену, все вранье. Всем пожелаю мира, добра, чтобы скорее эта война закончилась. Вообще поменьше войн в нашей земле. Какой это в нашей земле? Планетик. Только ваш дед сумасшедший остановиться не может. Назовите все войны, которые Рашка ваша развязала с 90-х годов. Сейчас в республике, да. Да, два раза был. Участвовал. Две войны. Афганистан. Три. Бхазия. Четыре. Сирия. Пять. Сербия слышал постапосы в этом. Ну, да, было это. Армения. Сербайджан, Закарабах. Приднестровье. Человек хоть есть, хоть три года без войны. Потому что царь ваш, дед этот сумасшедший. Сталин 2. Спасибо. Продолжение следует.